Добрый день, друзья! Сегодня в России объявлен траур по погибшим при обрушении подъезда в Магнитогорске. Вечная память погибшим. С момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 20 человек. Из них 14 человек погибли, из них один ребенок, 6 спасены, в том числе два ребенка. Остается неизвестной судьба 27 человек. Что же все-таки произошло? Как и откуда взялась информация о том, что это не взрыв бытового газа, а результат действий террористов? Как работают ФСБ и МЧС? Для начала, почему не объявили траур сразу? По закону, всероссийский траур объявляют, если погибло более 100 человек. Региональный, если погибло более 10 человек. Так что формальные основания для траура отсутствовали. С другой стороны, власть повела себя адекватно и Путин сразу же лично вылетел на место трагедии, вызвал министра здравоохранения и главу МЧС. К Путину мы еще вернемся, а теперь по версиям. Дело в том, что из разных ведомств поступает противоречивая информация о причинах трагедии. Официальная информация от МВД и МЧС проста. Неисправность газового оборудования. То есть, взрыв газа – стандартный вариант. Однако, знаком сообщает, что все не так просто. Место взрыва в доме 164 по Карла Маркса установлено. Это квартира номер 316, которую 30 декабря снял гражданин Таджикистана. То есть, он там особо не жил, вот на праздники приехал, снял, расположился. И взрыв в тот же день. По их информации, там обнаружены следы гексогена, то есть мощной взрывчатки. Официально управление ФСБ по Челябинской области отказывается комментировать информацию. Следственный комитет заявляет, что следов взрывчатки на месте крушения дома в Магнитогорске не было обнаружено. По идее, нужно ждать заявления Национального антитеррористического комитета. Только он может окончательно разъяснить ситуацию по Магнитогорску. Однако, есть еще информация, которая заставляет здорово задуматься. Ее, опять же, почти не обсуждают. Посмотрите вот на эти кадры. Взрыв автомобиля. Газель. Пассажирская газель. Микроавтобус. Где это случилось? Там же, в Магнитогорске. И МВД опять заявляет, причина взрыва машин в Магнитогорске – неисправность газового оборудования. Совпадение? Чтобы и машина взорвалась, и дом за двое суток, и в одном и том же, не самом крупном городе страны. Вы в это верите в такие совпадения? У вас в городе давно газели и дома взрывались? Тот же Знакком сообщает. Трое террористов были убиты вечером 1 января в автомобиле «Газель». Они пытались отстреливаться. Еще один ушел живым, его разыскивают. Изначально теракт планировали устроить в одном из торговых центров Магнитогорска. И уже сегодня появилась информация, то есть 2 января, что в Магнитогорске закрыли два торговых центра. С утра закрыты гостиный двор и континент. Чоповцы говорят, то есть охрана, что по техническим причинам. Накануне в полицию поступали сообщения о заложенных взрывных устройствах. Вообще, за 10 лет, 2006 по 2016 годы, в Магнитогорске и в Челябинске области было раскрыто 6 террористических организаций, связанных с ИГИЛ, запрещенной в России. Регион находится на особом контроле силовиков. Видимо, в этот раз не доработали. Кроме того, сообщают, что в нескольких районах Магнитогорска, улицы Ленина и Грязнова, идут спецоперации силовиков. Задействованы подразделения ОМОНа. Итак, все главные события хорошо видны вот на этой схеме. Вот здесь внизу место взрыва дома. Вот место взрыва газели. В этих точках работают группы ФСБ. При этом все силовые структуры отказываются официально комментировать ситуацию в Магнитогорске в целом. Не удивительно, что и город, да и наш интернет все окутано слухами. Конечно, кто-то будет утверждать во все горло, что и взрыв дома, и взрыв газели это все дело рук лично Путина. Будут припоминать, как дома в Москве взрывали и так далее. Это совершенно так не выглядит. Чтобы произвести максимальный эффект на страну, достаточно было переписать новогодние обращения. Сказать всем, а это точно все смотрят, что у нас новая война с терроризмом и нужно сплотиться, бороться, затянуть пояса, бла-бла-бла. Ничего подобного не было. Даже на нашем свободолюбивом ютубе по этой теме видео не набирает более 150 тысяч просмотров. Не такая уж эта тема, чтобы на всю страну как-то повлиять. Так что извините, не стоит набрасывать лишней конспирологии и ловить хайп, как это было на трагедии с Зимней Вишней. Когда блогеры во всю глотку вопили то, что там 300 детей вывозят, сбрасывают их в КамАЗы, вывозят в общих могилах, хоронят. Ничего такого не нужно делать. Это просто мерзко. Полагаю, вскоре мы получим исчерпывающую информацию, даже официальные СМИ таки удостоятся взять комментарии у нужных людей. А на этом у меня все. Друзья, высказывайтесь, комментируйте, делайте репосты. Пусть люди знают правду. Как обычно, новое видео выйдет уже завтра и тема будет интересной. Подписывайся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok